приветствую вас уважаемые друзья на нашем канале new technology с вами юля и сегодня свой обзор я посвящу новинкам от компании huawei которая провела пресс-конференцию в париже где и анонсировала флагманскую пару p20 и p20 pro статус производителя смартфонов номер три в мировом масштабе подстегивает компанию прилагать и много усилий чтобы удивить публику показать свое превосходство над конкурентами и попытаться достигнуть новых вершин смогли ли новые смартфоны p20 и p20 pro достигнуть поставленных целей узнаем из моего обзора и первым будет аппарат huawei p20 pro корпус сделан из металла и покрыт закаленными изогнутыми стеклянными панелями также имеет блестящую металлическую отделку на гранях и качественные металлические кнопки huawei p20 pro доступен в новом цветовом исполнении с градиентом это люминесцентная прогрессия цвета который меняет оттенок в зависимости от угла зрения градиентная отделка цвета в huawei p20 pro будет доступна исключительно для цвета сумерек также аппарат имеет сертификат ip67 для защиты от всплесков воды и пыли согласно стандарту аэси 60 529 и был успешно протестирован в контрольных лабораторных условиях на тельной стороне смартфона находится блок с двойной камерой ниже еще одна камера и под ней светодиодная вспышка на правом торце разместились качелька регулировки громкости и кнопка питания на левом слот подвесим карты без возможности расширения картами памяти micro sd на верхнем торце есть микрофон для шумоподавления на нижнем разъем usb type-c 3 и 1 и под решетками микрофон и динамик пластиковые вставки под антенны расположены на верхнем и нижнем торцах huawei p20 pro уважаемые друзья получил яркий и качественный олад дисплей диагонали 6,1 дюйма соотношением сторон 18,5 к 9 разрешением 2240 на 1080 точек и плотностью пикселей 408 ppi цветовой охват ntsc составит 112 процентов так что картинка на экране будет четкой и насыщенной с естественной передачей цвета внизу находится сканер отпечатков пальцев поддерживающий функции навигации и поэтому полностью заменит виртуальные навигационные кнопки открывая новые возможности управления устройством вверху вырезе находится фронтальная камера датчики приближения освещенности и динамик но главной фишкой смартфона уважаемые друзья является тройная камера спрашивается а зачем так много ответ прост если вы когда-нибудь видели профессиональных фотографов увешанных фотоаппаратами то они это делают не потому что хотят просто круто выглядеть а потому что разные объективы подходят для разного типа съемок приблизительно этот вариант и решили использовать в одном аппарате умельцы из huawei поэтому разберем назначение каждой камеры более детально первое из трех разработанных совместно с компанией лейко камер имеет цветной датчик sony с физическим размером матрицы 7 и 76 сотых на 5 и 82 сотых в миллиметрах или 1 на 1 и 7 в дюймах шестилинзовой оптикой разрешением 40 мегапикселей и апертуры f1 и 8 предназначен этот сенсор для средних планов и портретной съемки вторая камера монохромная с размером матрицы 1 на 2 и 78 сотых дюйма разрешением 20 мегапикселей апертуры f1 и 6 снимает четкие черно-белые фотографии днем и помогает основной камере снимать лучше отвечая за четко снимка пока цветная камера формирует цвет помимо этого осуществляет размытие фона в портретной съемке и наконец третья камера основанная на скромном 8 мегапиксельном разрешении с размером матрицы 1 на 4 4 десятых дюйма и светосилы f2 и 4 имеющие трехкратный оптический зум а если нужно приблизить кадр без потери качества еще сильнее зум камера подключает к работе черно-белый сенсор и увеличение становится пятикратным то есть гибридный зум использование тройной камеры позволило добиться высочайшей светочувствительности максимальное значение iso составляет 102 400 помимо трех объективов камера получила лазерный автофокус вдвое больше чем в прошлых моделей 2 и 4 метра против 1 и 2 метра и rgb сенсор помогающий точнее устанавливать параметры снимка кроме обновленных сенсоров производитель анонсировал своих новинках новую систему 4g фокусировки при которой лазерный автофокус вместе с фазовым контрастным и глубинным обеспечивают предиктивную фокусировку схватывающую на лету даже очень быстро движущиеся объекты есть функция зеро шаттер лак при которой снимок делается именно в момент нажатия на кнопку спуска затвора а не позже как при обычной съемке а функция ультра снапшот позволит дважды нажав на кнопку уменьшения громкости сделать снимок за 0,3 секунды заблокированного телефона помимо этого в камере p20 pro увеличили количество режимов съемки до 19 и сценариев более 500 который распознает модуль отвечающий за искусственный интеллект и соответственно поможет выбрать более правильную композицию снимка также интеллект используется в алгоритмах стабилизации фото и видео в частности камеры умеет снимать резкие ночные снимки с выдержкой до 6 секунд без использования штатива такой результат будет достигаться с помощью сопоставления нескольких кадров еще одно новшество запись супер слово мой видео с частотой 960 кадров в секунду в итоге пользователь получит смартфон который одинаково хорошо снимает стандартные фото прекрасно справляется с портретной съемкой и может значительно приблизить кадр без потери качества снимка поэтому именно эти новые возможности позволили камерам huawei p20 и p20 pro занять первые места в рейтинге dxo mark 109 баллов 114 по фото и 98 по видео фронтальная камера уважаемые друзья построена на simos сенсоре имеет разрешение 24 мегапикселя апертуру f2 и поддержку фиксированного фокусного расстояния есть умный режим красоты лица и технология 3d моделирования на базе искусственного интеллекта обеспечивающая высокое качество селфи также она позволяет применять к фото разные световые эффекты фронтальную камеру можно использовать помимо селфи и видеосвязи еще и для разблокировки по лицу пользователя в huawei p20 pro за звук отвечает стереодинамики и звуковая система dolby atmos также обеспечивается отличное качество звука bluetooth с помощью технологии для поддержки аудиофайлов high res чтобы можно было наслаждаться отличным качеством звука hi-fi без проводов программная основа флагмана android 8.1 oreo с прошивкой и м ю ай 8.1 которая является самой лучшей платформой для искусственного интеллекта сам смартфон работает на базе однокристальной системы которая производится по 10 нм технологии на мощностях tsmc kirin 970 имеет площадь около 1 квадратного сантиметра и содержит 5 и 5 десятых миллиардов транзисторов конфигурации этой платформы включает в себя четыре ядра арм-картекс а 73 по 2 и 36 гигагерц и четыре ядра арм-картекс а 53 по 1 и 8 гигагерц состав кирин 970 также входит графический чип мали g72 mp12 дополняется все вышеперечисленное нейроморфным процессором отвечающим за искусственный интеллект возможности которого будут задействоваться не только в камере но и для улучшения качества передачи звука при телефонных разговоров также приложение призма использует модуль искусственного интеллекта для распознания изображений прямо на устройстве без передачи картинки в облако помимо этого объем оперативной памяти составит 6 гигабайт формата lpddr 4x и внутренний 128 гигабайт формата и фс 2 1 смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4000 миллиампер часов с поддержкой технологии быстрой зарядки суперчардж которая обеспечивает целый день работы после 20 минут зарядки от 0 процентов до 50 всего за 30 минут по заверению производителя аппараты способны проработать от одного полноценного заряда два дня при обычном использовании также 22 часа воспроизведения видео или 80 часов проигрывания аудио режим энергосбережения управляет питанием следит за работой фоновых процессов и автоматически подстраивается под пользователя сети представлены 2g 3g 4g lte беспроводные интерфейсы это wi-fi 802 11 с окончанием си работающих двух диапазонах bluetooth будет либо 42 либо пятого поколения к сожалению на официальном сайте не дается точная цифра за навигацию отвечают модули gps gps глонас байдоу размеры huawei p20 pro будут 155 на 73 9 и на 7 и 8 миллиметра при весе 180 грамм в комплект поставки войдут сам смартфон наушники зарядное устройство кабель usb-c адаптер с разъемом для наушников защитный чехол краткое руководство пользователя инструмент для извлечения сим-карты младшая модель huawei p20 отличается размером экрана 5,8 дюйма тип lcd с матрицей rgbi и разрешением 2244 на 1080 точек что сформирует плотность пикселей 428 точек на дюйм также здесь будет основная двойная камера лейка состоящая из одного цветного модуля на 12 мегапикселей с диафрагмой f1.8 и размером пикселя 1 и 55 сотых микрона и 20 мегапиксельного вспомогательного с диафрагмой f1.6 который отвечает за черно-белую съемку изображения и размытие фона поддерживается автофокусировка лазерная фазовая контрастная глубинная также объем оперативной памяти составит не 6 гигабайт как в старшей модели а 4 гигабайта аккумулятор будет иметь меньший объем это 3400 мАч с такой же поддержкой быстрой зарядки размер девайса составит 149,1 на 70,8 и на 7,65 мм при весе 165 грамм за p20 pro с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт внутренней памяти просят 899 евро продажи начнутся в апреле цена huawei p20 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт внутренней памяти составляет 649 евро уже открыт предзаказ при котором первые покупатели получат в подарок камеры huawei envision 360 подведем итог смартфоны безусловно заслуживают внимания и своими камерами с отличной съемкой изображения и искусственным интеллектом мощной производительностью хорошими экранами и красивым дизайном единственным минусом для многих будет далеко не маленькая цена но я заканчиваю свой обзор и как всегда не прощаюсь с вами уважаемые друзья говорю до следующего обзора на канале new technology не уходите от нас обязательно подпишитесь чтобы быть в курсе последних новинок а также ставьте лайки комментируйте и оставайтесь с нами с вами была юля пока пока